Всем здравствуйте! Братья знакомиться, меня зовут Сергей, дядя Сергей. Я казак, настоящий потомственный, предки мои из Кубани, со станицы Некраска. Расскажу вам сегодня немножко о казаках и об их оружии. А можно попросить? Лёва, ну ладно, не кричит. А можно? Мне приходится кричать, дешевле. Ну, а вот гудительно, что мне приходится кричать. Всё, спасибо, спасибо. Так, кто мне скажет, кто такие казаки? Кто знает, что это значит? Кто такие казаки? Военные. То есть казаки это воины. Правильно, казаки это воинское соцсловие, где-то считают национальностью, где-то даже паспорта в своё время России выдавали с национальностью казак. Я потомок казаков. Вам расскажу об оружии. Кто? Оружие казака. Сабля. Сабля. Сашка. Сашка. Правильно, взрослые вам подсказывают, ребят. Это не сабля, не шпага, не рапфира, никакая другая ерунда. Это казачья шашка. Ни шахматная, ни дымовая холодное оружие. Чаще всего путают шашку с саблей. Поэтому я расскажу вам отличия шашки от сабли. Первое, самое главное отличие от любого другого холодного оружия, это заточка. Клинок шашки точится только на одну треть. Верхняя часть клинка острая. Вот эта нижняя часть или совсем тупая, или точится как-то порик или зубило. Более тупой угол. Почему? У меня подальше. За спиной вообще не стоим. За спиной не стоим. За задней. Нижней стороной отражается вражеский удар. Верхний пером рубил врага. Нижней частью отбил. Пером ударил врага. Смотрите, у клинка есть небольшой изгиб. Все видят, да? О чем говорит изгиб клинка? Улыбочка. Это оружие рубище, правильно. Оно не то ли, как у гортоняна, мушкетерок, шпага. Это оружие рубище. Все удары о владении шашки ругают. Сверху, ругают снизу. И горизонтальный классический удар. Смотрите, о чем говорит длина клинка? Шашка достает до земли. Что это значит? Коня можно работать. Правильно. Какие у меня сегодня образованные товарищи? Обычно стоят все в тишине, молчат. Никто ничего не знает. Приятно. Спасибо. Правильно. Казаки были кавалеристами. Воевали верхом с коня. И клинок удлиненный давал преимущество перед врагом. Ты мог достать его чуть раньше. Мог достать врага, который к земле даже пригнулся. Дотянуться до него в пешем же строю. Это уже немножко мешало. В пешем строю клинок должен быть немножко короче. У шашки, можете заметить, нет никакой защиты для руки. Ни перекрестия, ни цельной сплошной гарды. Все это убрали, чтобы, во-первых, максимальный клинок облегчить. Во-вторых, чтобы была возможность перебрасывать клинок в бою с руки в руку. Казаки были двурукими и владели одинаково хорошо как правой, так и левой рукой. Когда надо было, могли поменять. У шашки есть гусек. Вот такой носик. Для чего он тут нужен? Чтобы удовлетворить. Ну, не носить, а, как говорят, взрослой, чтобы клинок не выскальзывал. Это упор для ладони. Если было у этого гуска, клинок при сильном ударе выскочил бы у меня с руки, или ее пришлось бы очень крепко сжимать. В этом же гуске есть отверстие. А ну, для чего? Все. Повесить. На гвоздик? Все, вы не чувствуете. Сегодня собрались, прям слышу, знатоки, даже знают правильное название вот этой кожаной веревочки. Она называется темляк. Ее продеваем в эту дюрочку, завязываем петельку и одеваем на руку. А для чего мы ее одеваем на руку? Чтобы не упало. Чтобы не упало. У меня вопрос к пацанам. Тебе вот сколько лет? Десять. Тебе? Семь. Семь. Тебе сколько лет? Девять. Тебе сколько лет? Девять. Девять. Объясню, почему спросил у мальчиши правого. В лихие времена, в 17-18 век, очень рано начинали обучение молодых пацанов войскому искусству. Сына простого казака, воина, начинали обучать владение оружием в 10 век, а сына офицера в 7 лет. То есть пацаны, вы, будучи сыновьями офицера, в то время уже вы сейчас оповладели оружием. В наше время такие, как вы, гаврики, кроме телефонной ложки, нифига в руках держать не умеете. А тогда это были уже маленькие бойцы. Как процедило обучение? Мальчишки давали шашку, которая была покороче, поменьше, чем взрослая. Хотя шашка загоняли его в воду. В какой-то водоем, на глубину где-то вот как сапог. Стоя в воде, пацан с шашкой учился рубить воду. Звучит смешно, как можно шашку рубить в воду? На самом деле, когда неправильный удар по воде, получается брызги, всплеск, будет уводить клинок. Когда удар правильный, шашка воду рассекает, как воду. Дальше следующий этап. Ставили веточки тоненькие. Учились их рубить, чтобы они не болтались, чтобы они не ломались, чтобы был чистый ровный срез. Потом на станицах, на подворьях, где жили кознаки, держали свинок и барашек. Для чего держали этих животных? Тренироваться на них? Да, для мяса. Для мяса, правильно. Сейчас ты зашел в магазин, кукнял себе кусок мяса, тогда нет. Тогда сначала барашку убили, потом из него уже делают отбивные. И вот эту тушку у животного, пока его еще не разделали, подвешивали на крюк, одевали шинель, кольчугу. И пацан на ней отрабатывал удары. Рубящие, колящие, в пешем струю, в конном порядке. Учились бить плоть, потому что научиться убивать врага по веточке невозможно. Когда ты уже порубил какое-то мясо, ты понимаешь, с какой силой, как надо тебе ударить, чтобы ты врага ранил. А мы сейчас никакие тушки не рубим, но я вам не сказал. Вот это исторический клинок, это шашка 1941 года. Вот это моя красавица. Это современный клинок, выкованный под заказ для меня российским кузнецом. Это шашка. Смотрите, обратите внимание, как висит клинок в ножнах. В ножны, чехол для шашки, да? Висит лезвием кверху. Не как в кино показывают у воинов, вот так. И для того, чтобы ударить врага, надо сначала достать оружие, потом ударить. Когда висит клинок лезвием кверху, есть возможность отрабатывать технику одного удара. Ты одним движением клинок выхватываешь, и этим же движением наносишь удар в руку. Вот так выглядит современный кованый клинок. Это шашка кавказского образца. Называется она гурда. У нее гораздо больше сабельный изгиб. У нее длина такая, что она до земли не достает, то есть для пешей рубки. Это настоящий кованый клинок. Такая шашка в бою не сломается и не согнется. Если я этой шашкой в бою ударю навстречу вот тот клинок, просто как пластилиновый его перерубить. Вот эти советские штамповки, это ужасное качество клинка было. Здесь отличное, отменное. Такой шашкой в бою можно было срубить ствол винтовки у врага. Кажется, что смешно. Нет. Каленый ствол винтовки от удара клинком лопнет. А здесь будет зазубрено, но клинок шашки выдержит. Такой удар. Среди казаков России и Белоруссии сейчас в наше время проходит соревнование по ручке шашки. Для этих соревнований много разных интересных дисциплин. Есть рубка на мощность, то есть на силу удара, на точность, в движении, с завязанными глазами, верхом с лошади, летящая мишень тебе в лицо и так далее. Много разных дисциплин. Одна из этих дисциплин – рубка в бутылке, пластиковая. Бутылочка с водой. Она твердая. Если по этой бутылке ударить неправильно, от сильного удара бутылка просто как мячик улетит, клинок от этого удара даже может погнуться. Когда удар правильный, получается чистый, ровный, аккуратный рез. Бутылочка осталась стоять и не упала. Теперь ее срубить стало намного сложнее, потому что она стала мягенькой. Но сделать это тоже можно. Следующая дисциплина – рубка, не глядясь, разворот. Вот за это на соревнованиях дают дополнительный балл, когда деталька не падает на землю. У-у-у! Все, развалилось. Да, не крепко. Хорошо. Есть еще одна дисциплина. Укол. Обычной шашкой советского образца можно колоть обычным уколом. Такой шашкой, посмотрите на ее изгиб, я ну никак не уколю, просто толкну, скажем так, врага. Такой шашкой укол производился вот таким образом. И укол происходил врагу вот сюда, в район ключицы. Сверху вниз. Это одна из самых сложных дисциплин. У меня из шести соревнований только на двух получился этот укол. Мы проверим. Следующий навык владения шашкой, интересный, красивый, и называется он фланкировка. Что такое фланкировка? Там же я во земле каталась. Не замерло, поскольку не встала. А что, кто-то, я на бою не встала. Ну, подойдем. Представим, что я в бою и пытаюсь ударить врага простым косым ударом сверху вниз, справа налево рубящим. Наши, как вы, враг очкуется и уклоняется от ступа. И когда враг отступил, клинок прошел мимо него. И куда пошла шашка? Никуда не надо. В землю, в ногу, тут надо оружие остановить, вернуть назад и попытаться опять врага достать. Вот пока ты будешь туда-сюда шашкой телепатить, тебя, скорее всего, опытный воин в бою убьет. Никто клинок не останавливал. Если ты промахнулся, пропускаешь шашку под ногой и в прыжке догоняешь врага. То есть фланкировка это развитие мышечной памяти моторики. Для того, чтобы потом в бою не задумываясь, в седьмой позиции вывести обратно к венок удар на врага. Даже вот таким, когда у вас был простым движением, я себя уже закрываю сразу с трех сторон. Спереди, сзади, сбоку. Уже подойти ко мне не очень. Добавляем элемент и получаем ту самую тренировку по фланкировке. Как я вам говорил, казаки одинаково хорошо владели левой и правой рукой. И когда была необходимость, могли легко поменять руку. Правую на левую и назад. Кто мне скажет, что такое казачья лава? Я не знаю. Давайте так, что такое просто лава, ребята? Лава. Красная такая раскаленная жижа, да, с луком накатится и на своем пути все живое сметает. Отсюда такой термин, как казачья лава. То есть казаки верхом на лошадях, как лава, катятся и на своем пути все живое сметает. Когда боец сидит верхом на лошади, вот здесь голова лошади. И рубить как тебе хочется нельзя. Нельзя, надо рубить аккуратно вдоль коня. Слева, справа, по обе стороны приемом мельница. Одна рука это блок, щит, другая укол, удар врага. С двух сторон ты можешь одинаково хорошо рубить. Когда же боец был в пешем строю, лошадь ему уже не мешала. Мог двумя клинками защищаться сразу с двух сторон. Сейчас покажу клинку. Он называется крутить черта. Таким способом, боец мог даже отбивать стрелы. Клинки раскручиваются до такой скорости. Получается веер. И через этот веер стрела вражеская не успевает пролететь. Дальше работа клинками по всем уровням. Подсекающий удар снизу вверх навстречу под руку врага. Отбиваемся со всех четырех сторон и отступаем к товарищам в тыл. Это были шашки. Охлопали. Как эта штука называется? Нагайка. Как? Нагайка. Нагайка. Спасибо. Вообще редко слышу правильное слово. Нагайка казачья. И у меня их две, они разные. По порядку. Вот эта тонкая, сплетена из тонкой мягкой кожи. А на конце такая подушечка шлифов. Вот такую ногайку для чего применяли? Для лошадей. Кого? Нет. Кого? Не бить лошадей, а управлять лошадку. Подстегивать ее. Такая ногайка не ранит лошадь, а только ее будет стимулировать движение. Да. Вот эта уже боевая ногайка. Она сплетена из толстой сыромяти. По всей длине в нее вплетен стальной трос. Здесь на конце у меня просто кожаные узелки. В то время могли быть крючки ежеледные, пульки запаянные в мешочек. Или одна цельная пуля запаянная в мешок. Такой ногайкой можно было разбить лицевые кости. Поломать там руку, ногу, перебить сухожилие мышцы. И против шашки саблей особо не попрешь, но в кулачном бою это было очень даже серьезное и грозное оружие. Станетесь у меня. Я уже поняла. Причем это, скажем так, короткий вариант для ближнего конного пешего боя. И вот смотрите, скажите мне, как думаете, это в бою было оружие полющее или метательное? Хорошо, мнение разделилось. Давайте обыграем ситуацию. Представьте себе, что где-то вот там стоит толпа врагов. Строй вражеский. Я беру свое копье, сильным мощным броском, я бросил. Попал к человеку, врагу в грудь, убил его, насмерть, копье в груди. Что дальше делают? За копьем туда, да? Ребят, подождите, я... Да. Никто свое оружие в бою не выбрасывал. Казак не возил с собой целую тележку с оружием запасы на всякий случай. Поэтому копье умели метнуть сильно, мощно, далеко, когда надо было. Но делали это крайне редко. А так это было колющее оружие. Врага встречаем. Шаг-шаг, укол. Целый строй, товарищи дружно работают. Когда уже раскидали их товарищей больше врагов, чем друзей, у копья есть наконечник и есть такой же железный опыт. Что можно было сделать? Что? И вернуть. Что ввернуть? Я мог бить врага. Вперед, развернулся, ударил назад. Набрал чистам, субой, никого к тебе не подпускает. А когда надо, наносишь колющее удар. Отлопали! А то уже мерзли, где стоять. Что вот это такое? Сабня. Глыст, кнут, плей, рапник. Как угодно называть. Смотрите, когда бьешь кнутом, все иногда по телеку слышали такой звук. Кто знает, откуда берется звук удара? Скорость звука. Это когда в голову исходит, то есть, что происходит. Я первый раз не слышал, что девушка правильный ответ. Как? Тихо. Оно преодолевает скорость звука, поэтому... Правильно. Вот этот хвостик, когда он летит, в конце разворачивается, он развивает такую скорость, чтобы преодолевать звуковой барьер. И получается хлопок. Чем сильнее удар, тем громче хлопок. О, боже. Это когда по семье. А теперь по семье. Что этим тонким хвостиком я ударю человека по голому телу, по спине или по страце? Что будет? Будет рано. Будет рассыщение, как удары холодным оружием. Через одежду нет, по голому телу будет рано. Так, есть кто-нибудь смелый? Нет. Или кого не жалко? О, давай, прошу, нет. Так, тебя как зовут? Егор. Егор. Стой вот так, зрителям лицом. Вытяни руку в сторону. Ко мне, вот сюда. И держи бед. Егор, я сейчас кнутом. Боже буду срезать ее. Если промажу, попаду по руке, рука тоже, наверное, срежется. Поэтому, если что не так, то меня прости. Смотри, прямо на зрителей. Ты готов? Как же, тишки, сутия? Это было пробное, чтобы ты не убежал. Я проверял, чтобы ты смелый. Ты молодец. Ты стои так, как буду на настоящий руку. Держи. Теперь, держи. Маму, дорогая. Держи. Держись. Это был не казачий, это был комбойский. Зеревочки, сплетен, маленький. Вот он, казачий. Эта штука сплетена из кожи, сыромяк. Таким вкусом, если человек даже через одежду порвет шкуру на человека. А теперь все дружно ушли на пять шагов назад. Готовы? Да. Отходим назад. Вот такой кнут, и глянь человеческую плоть, как удар на колотное оружие, даже через одежду. Таким кнутом опытный палач мог двумя-тремя ударами убить человека. А мог его два-три дня пытать. Если на конце этого кнута закрепить железную пулю, то вот на этой скорости, преодоление барьера звукового, пуля попадает даже какую-то броню в нагрузку или в шлем, пробивала ее, и ты мог убить человека одним ударом, как выстрелом с пистолетом. Кроме этого, если на конце был грузик, что можно было сделать еще кожаным длинным кнутом? Рыбу ловить. Только если глушит. Ну? Пицца-пензи. Отличный вариант. Идешь ками? Давай, малу, не очкуй. Поклопали, красавчик. Смотрите. Этот кнут у меня без грузика, и он не замотается так, как надо. Но, чтобы вы поняли, вот таким образом, если я сейчас дерну его за ноги, кнут сначала сдерет у него шкуру с ног, потому что он будет затягиваться даже по штанами, он грохнется, я его потащу к себе, и здесь уже добьют. Да? Слабец. Заводят. Так же можно было врага с ножем и с дерзут, можно было оружие с рук вырвать. И это не говорит о том, что казак шел в бой с кнутом, а все оттуда ему было не нужно. Это говорит о том, что казак мог любую фигню, которая была под рукой, испортить как оружие. Будет под рукой лошадь, а мы ее подкнем про кубу. Ясно? Понравилось оружие? Спасибо. А я там все же нею. Так как здесь, здесь на лошаде не развернуться, я вам не смогу показать трюки верховной лошади, что называется джигитовкой. Это на ходу спрыгнуть с лошади, запрыгнуть, верт ногами проскакать и так далее. Эти все трюки мы показали у нас на территории конного клуба лошадьевания. Мы проводим экскурсии для детей, то есть целыми классами, школами приезжают к нам. И мы там все это дело интересно обыгрываем. Программа длится 4 часа. 3 часа активно начать программы с экскурсиями, с развлечениями. И потом еще час отдыха в беседке. Если кому-то будет интересно, через инстаграм вы меня найдете без проблем. Кроме этого лета у меня работает детский лагерь. Детки от 8 до 12 лет. С утра до вечера у меня никаких гаджетов, а так движуха у нас весело. Каждый день новая программа. Может быть, дети индейские, ковбойские, казачьи, скалолады, выживание. Вот и день. Каждый день что-то новое, интересное. Активные подвижные игры. Еда с костра. И дядя Сережа целый. Логично. Ну, как вы. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok